приехал забирать от пескоструйные запчасти вот так вот все это выглядит полусыром состоянии сейчас забираем и увозим на покраску а потом уже будем перебирать все это забрал раму с покраски привез ее сначала пескоструяли там видео видели вы порошковой краской окрасили также окрасили порошковой краской мосты рулевые тяги рессоры но мосты еще перебирать предстоит все сальники заменить подшипники смазку а так вот движение идет двигаемся дальше ну вот переломный процесс начала сборки и начался сейчас в рессоры запрессую новые саленблоки сразу пришли на саленблоки с болтами все выкрашено запрессовываю устанавливаю и подвешиваю мосты подвешу мосты а потом уже и буду перебирать закрываю мосты подвешиваю мосты и посыпаю мосты подвешиваю мосты подвешиваю мосты по ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень неудобно делать это одному. Рессора тяжелая. Запрессовал все соленбоки. Теперь убираю полиэтилен. Ну и убираем пакеты с рамы. Вот такая красотища. Подвесил сзади рессоры. Дальше болтов нет, чтобы серьги сзади подвесить. Поеду, возьму болты, шайбы. Можно будет уже закатить мост и подвесить его. Также нужны будут болты сюда на ремни. Здесь, помимо всего, еще ремни держат. Установил я новые отбойники. И сзади, с обоих сторон, и спереди. Отбойники фирмы Брид Партс. И вот с этой стороны тоже стоит. Сейчас сзади устанавливаю ремни. Ремни тоже фирмы Брид Партс. Упаковщик. А сами ремни Данлап. Это ремни, которые держат у нас, поддерживают задний мост. Вот сюда их с одной стороны прикручу, подвешиваю. И когда мост, прикручу вторую сторону. Болты, шайбы, гайки. Это все взяли нержавейку. Удовольствия не из дешевых, но зато нормальные по качеству. Ну и со второй стороны так же наживляю и затягиваю. Вот так закатил на скейте, закатил мост. Подложил подошки. Одному только так можно сделать. Сейчас ремни перекидываю. Прикручиваю вторую сторону. И уже после этого подвязываю на рессоры. Прикручиваю. Зарапливаем. Ну и так же со второй стороны. Крем я оба прикрутил, рессоры снизу, спереди подвесил. Теперь можно срезать весь этот полиэтилен и обвязывать рессоры. Вот такой вот красивый мост. Снимаю пакеты. Втулку брызну внутри, также на соленблоке, в рессоре тоже брызну. Смазываю болты. Надеваю шейбу. Надеваю втулку, всерьгу. Смазываю второй болт. Музыка. 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 Смазать. Добавил субтитры. Ну и можно закрутить. Закручиваю. Ну все, болты я затянул на серьгах и спереди тоже затянул. Теперь убираю доски и подвешиваю, то есть подвешиваю, опускаю мост на рессору. Странно, странно. У нас ремень выше держит мост, чем рессор опускается. Вот, да, для этого он и есть. Хотя с другой стороны рессоры еще не в натянутом положении. Тогда получается рессору надо поддомкрачивать. Будем поддомкрачивать. Закрепил мост, но возникают нюансы в таком плане. Сейчас рессоры прослаблены, полностью отвешены. Я не могу одеть новый амортизатор, не хватает, надо приподнять. А приподнять не могу. Рама пустая, голая. Начинаю приподнимать, то приподнимается все вместе с рамой. И поэтому я не могу и ремень под мост завести, так как он висит сейчас ниже, чем положено. Нагружу, когда уже двигатель установлю, коробку установлю, опущу. После этого уже смогу подвесить амортизатор, прикрутить его. Амортизаторы, кстати, фирмы Tokiko. Вот он. Номер есть 3166. Фирма Tokiko. А передняя у нас фирмы Monro. Вот они, фирма Monro. D6415. Будем уже их крепить передним рессором. Когда поставлю, мост подвешу, закреплю. И топливный бак. Бензобак. Новый тоже. Тот у нас дырявый был. Заказали. Сейчас в это место его подвешу и прикручу. Заказали комплект крепления бензобака. из нержавейки. Вот такой вот. Правда, вот это немного конус. Для чего она нужна? Что она крепит? Тот? Инжавейки. Тот. 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 Да. Тот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы его выставим уже для подгонки отверстия заливной горловины. Он смещается маленько туда, маленько сюда. Вот такая вот вырисовывается картина уже. Все новое и красивое. Продолжение следует... Установил передние рессоры, передний мост. Амортизаторы показывал, уже ставил, но их пока не крепил. Мне вот этот шар менять, менять смазку. Но также у нас левый привод, он срезанный. На нем тоже надо заменить длинный вал, перерисовать крестовину. Заменить ступичные подшипники. Сальник заменить здесь. Сальник заменить здесь. С обоих сторон поменять. Подшипники поворотного стержня. Также заменить сальник на шар, который идет. Здесь сейчас шар крашеный. Мост красили в сборе, пескоструили. Вот эту шайбу новую поставлю. И сальники новые поставлю с обоих сторон. Также и с этой стороны тоже сделаю. Ну и потом уже новые колодки. Новые цилиндры. Пришли крестовины. До этого крестовины пришли. Размер не тот. У них наружный диаметр вместе с крышками. То есть длина вместе с крышками такая, как здесь надо без крышек длину. Перезаказали. Вот кардан разобрал. Тоже буду перебирать. Уже и передний, и задний кардан пыльники делать. Но это покажу. Как подвешивал мосты уже не показывал. Это в принципе неинтересно. А вот как кулаки буду менять. Как буду сальники, подшипники менять. Это покажу. Картинка потихонечку меняется. Машина собирается. Лего для взрослых. На улице то дождь, то ветер. Все пылью замело.